Вас смущают отношения, которые вы разделяете с кем-то, с кем встречались или встречаетесь какое-то время. Вы поддерживаете связь, но только изредка. Вы чувствуете себя окутанным неуверенностью в вашем совместном будущем. Если да, то вы скорее всего находитесь в ситуативном положении. Ситуатизм – это неопределенные или ни к чему не обязывающие отношения, почти напоминающие обычные романтические отношения, но не совсем. Как правило, один партнер в ситуативных отношениях доволен договоренностью, в то время как другой, надеется, что она перерастет в нечто большее. Постоянное вовлечение в такие ситуации может помешать вашему саморазвитию. Это может также возвышать другого человека. Некоторые исследования показывают, что более устоявшиеся, преданные отношения, такие как брак, связаны с большей выгодой, чем менее преданные отношения. Другое исследование показало, что случайный секс может повысить риск негативных психологических последствий. Хотя стандартного определения ситуации не существует, вот несколько ее характерных признаков. Вы запутались в том, кто вы. Вам и вашему партнеру может показаться слишком рано задаваться вопросом, кто мы. По сути, вам неудобно навешивать ярлыки на ваши отношения, устанавливать ожидания и очерчивать границы. Это может быть страх обязательств. Это отсутствие ясности может привести к замешательству и стрессу, особенно если вы хотите продвинуться вперед с другим человеком. Вы и ваш партнер можете строить спонтанные планы, которые длятся всего несколько часов. Эмоциональная связь кажется поверхностной. Ситуации часто основаны на поверхностной связи, несмотря на физическую близость. Не так много разговоров на глубокие и содержательные темы, и вы не полагаетесь друг на друга в плане эмоциональной поддержки. Отношения не исключительные. Вы и ваш партнер, возможно, не обсуждали отношения исключительно друг с другом, и могли намекать на большое количество свиданий с помощью эвфемизмов, таких как «я не готов остепениться» или «я держу свои варианты открытыми». На горизонте нет будущего. Люди в таких ситуациях не строят долгосрочных планов и могут не видеть совместного будущего. Вы можете поймать себя на вопросе, чего вы действительно хотите от этих отношений. Важно, чтобы вы сообщали о своих ожиданиях от отношений с партнером как можно раньше и чаще. Если вы заинтересованы в развитии ситуации в серьезные отношения, вам нужно поговорить, говорить. Заявления о своих потребностях и просьба о том, чего вы хотите, дадут вам ясное представление о позиции другого человека. Вам может не всегда понравиться ответ, но по крайней мере, вы будете его знать. Если после того, как вы обсудите это, вы поймете, что неправильно истолковали чувства или намерения другого человека, используйте это как возможность для обучения. Задайте себе такие вопросы. Демонстрировал ли другой человек признаки того, что он не был заинтересован с самого начала. Избегал ли выражения того, что действительно чувствовал. Размышления и изучение вашей ситуации – один из лучших способов двигаться дальше. С другой стороны, если вы не хотите чего-то большего, чем случайные отношения, то пассивный подход может быть вредным. Совместное времяпрепровождение без четкого разъяснения своих намерений и ожиданий может создать иллюзию, что вы хотите, чего-то более долгосрочное. Сообщайте о своих потребностях, границах и ожиданиях с самого начала, чтобы предотвратить обиды в будущем. Ситуация – это случайные отношения. Если это то, что вы ищете, то вперед. Если вы ищете серьезные отношения, сообщите об этом своему партнеру.